Небывалый рекорд установил фестиваль Forte Music Fest. Мероприятие за три дня посетило около 4000 человек. Такой интерес казахстанцев к классической музыке поразил не только организаторов, но и участников фестиваля. Это произведение Бориса Ярзаковича в последний раз исполнялось на широкой публике в 1937 году. Спустя почти 80 лет казахский квартет воскрес из небытия. Организаторы Forte Music Fest провели колоссальную работу по восстановлению нотной рукописи, для того, чтобы зрители фестиваля смогли насладиться незаслуженно забытой музыкой. Forte Music Fest уже второй год устанавливает рекорды. В 2015-м фестиваль классической музыки посетили 2500 человек. В этом году число зрителей достигло 4000. Аншлаг наблюдался все три дня фестиваля. Очередь выстроилась и длинная, и она протянулась вдоль под Тулеби, до Тулебаева. Это было, конечно, удивительно для всех нас, и для организаторов, и для жителей города. Я думаю, что и для участников, тем более, что многие участники отметили тот факт, что их приятно удивил какой-то невероятный интерес к классической музыке здесь, в Алма-Ате, в Казахстане. В итоге, вместо запланированных 19 произведений, участники исполнили больше 20. Кроме лучших образцов классики, Чайковского, Шуберта, в программе прозвучали не так заигранные, но не менее чудесные мелодии. Только живая акустика, без усилителей и проводов. Неподдельный восторг был заметен не только на лицах зрителей, но и самих музыкантов. Люди, которые приехали, люди, которые это пропустили через себя, прожили вот эти замечательные счастливые дни, они до сих пор в совершенном каком-то экстазе, восторге, и это абсолютно искренне. Стоит отметить, что генеральным спонсором мероприятия стал Форте-банк-премьер. Хотя последние аккорды Форте-мюзик-фест отгремели всего несколько дней назад, организаторы уже готовят программу на 2017 год. Заявок от желающих принять участие много, поэтому работа предстоит непростая, но в итоге зрителей ждет немало сюрпризов, обещают организаторы.